Добрый день, я Алена Никольская, это астрологический прогноз на неделю с 25 по 31 октября 2021 года, заключительную неделю месяца. На прошлой неделе я вам рассказывала, что Меркурий развернулся и стал двигаться наконец-таки прямо, и значит, что все наши дела меркурианской сферы, это коммуникация, информация, встречи, поездки, подписание договоров, покупки, наконец-таки сдвинулись с мёртвой точки. Но только с этой недели все дела у нас начнут действительно двигаться. Почему? Потому что Меркурий сейчас только-только начинает разгоняться. Меркурий – это маленькая планета нашей Солнечной системы, но влияние на нас её колоссальное. Как же выглядит Меркурий, я вам сейчас немножечко покажу и поясню с тем, что у нас происходит. Представьте, что это не Персик, а это планета Меркурий. А мы её видим от Земли достаточно близко, потому что она недалеко от нас, и нам она кажется большой. И если вы захотите посмотреть и увидите эту планету, то посмотрите вечером, и после заката или перед восходом Солнца её видно достаточно хорошо на небе. Но вот когда она от нас удаляется, она становится маленькой и крошечной, и действительно такой, как она есть. Представьте, что вот это Солнце, сейчас Меркурий рядышком, в соединении с Солнцем, и ещё там находится у нас и Марс. Я про это рассказывала, когда я рассказывала вам прогноз на прошлой неделе. Вот сейчас Меркурий находится рядышком с Солнцем и относительно недалеко от других планет. Сейчас очень важные несколько вещей. Сейчас у нас четыре планеты, наконец-таки, двинулись так, как им положено. А это значит, что все дела, которые связаны с этими сферами, а это отношения с другими людьми, а это деловые вопросы, а это наша инициатива и желание двигаться вперёд, а также наши какие-то деловые связи, какие-то вопросы, связанные со здоровьем, начнут немножечко выправляться. В первые три недели октября месяца многие могли чувствовать себя не очень хорошо, особенно то, что связано было с сердечно-сосудистой системой, позвоночником, и многие простужались. Ну вот таковы были аспекты. Сейчас в октябре, в конце октября, прям в последнюю неделю октября и в ноябре месяце мы увидим, как многие вещи, которые в том числе связаны со здоровьем, в начале октября для нас будут иметь очень большое значение. Те вопросы, которые вы начали затрагивать в начале октября, сейчас будут по-новому для вас проигрываться. Поэтому, мои дорогие, подумайте, что вы делали, что вы хотели сделать в первой части октября, и вот сейчас уже приступайте к реализации. Но помните, что еще у нас должно быть новолуние. У нас ведь только недавно, на прошлой неделе, была полная луна. И сейчас у нас время, когда луна у нас, наоборот, как бы уменьшается, или по-другому, говоря астрологическим языком, убывает. И вот в этот период хорошо бы заканчивать какие-то свои дела. Ну вот, например, вы до этого думали о чем-то, что-то хотели сделать, и вот сейчас время подвести итоги и поставить правильную четкую точку. Поэтому помните о том, что все планеты сейчас вам в помощь. И, мои хорошие, немножечко выдыхайте. Одна из самых сложных недель уже немножко прошла. Ну а в ноябре у нас Марс, который переходит сейчас на этой неделе у нас в Скорпион, будет уже вместе с Скорпионом. Ну а о том, что будет в ноябре месяце, я вам обязательно расскажу в прогнозе на следующий месяц. Посмотрите. И когда вы смотрите прогноз, обязательно открывайте свой календарик и делайте пометки, чтобы потом не было мучительно больно, что вы слушали, в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Вот вы помечаете свои дела, и потом вы увидите, насколько четко и точно то, что астрология говорит, в вашей жизни проигрывается. И отличной вам новой недели, мои дорогие. Смотрите прогноз на ноябрь.